здравствуйте друзья пишет нам молодая женщина 33 года из российской федерации и говорит наблюдаю я говорит она за иммиграционными процессами в соединенные штаты конкретно и вот ведь что-то мало где-то русских но имелось ввиду судя по как бы другим там местам в этом письме что не имеется ввиду этнические русские имеется ввиду из российской федерации народ вот из украины есть из узбекистана есть а из россии вот нет такого плана и мол не дискриминирует ли нашего брата и речь не идет исключительно о лотерее а речь идет и вот там какие-то знакомые остаются по work and travel какие-то там знакомые замуж выходят там за американцев еще что-то но вот как-то все больше не из российской федерации а еще откуда-то так вот нет ли какой-то дискриминации вообще что что за этим стоит вот а то говорит блогер это не любит на эту тему рассуждать а вот выгод может быть скажете таки таки я скажу есть много аспектов и если мы говорим сугубо про лотерею то там все понятно и просто так потому что в лотерее на каждую страну от которой люди играют не взять на они там живут но они от нее играют есть статистика официальная и в общем-то на российскую федерацию приходится примерно столько же сколько приходится на там украину узбекистан там может быть побольше чем на белоруссию и мог или молдавию но тем не менее если мы посмотрим на все страны бывшего ссср допустим и последнюю лотерею там где-то тысяч за 20 пришлось на страны бывшего ссср и российская доля в этих 20 тысяч там что-нибудь там не помню ну там допустим 3 я так по памяти примерно допустим 3000 из 20 поэтому что получается конечно если там была одна страна ссср а теперь стало 15 ну допустим прибалтика практически не участвует в лотереи и может быть там кавказские вот республики не участвуют но зато все остальные участвуют хорошо и славянские и среднеазиатские вот и молдавии тоже вот поэтому значит если ты так у тебя одна страна в данном случае российская федерация и ты сравниваешь сразу с группой стран там может быть их десяток ну конечно будет будет по-разному на пусть каждая страна от себя играет и по правилам лотереи ни одна страна не может получить больше 7 процентов всех голосов всех виз то есть там три с половиной тысяч но допустим крохотная молдавия получила полторы тысячи или там белоруссия например тоже в общем страна с очень небольшим населением там если с российской федерации сравнивать намного 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 выше доля белоруссии или молдавии относительно вот размеров страны по населению но это лотерея с другой стороны я могу сказать что такой аспект вот я же тоже наблюдаю как бы у меня всякие мысли в голове бывают вот я могу сказать такую вещь если люди пишут из российской федерации при том что как бы мы знаем этнически что в российской федерации доминируют количественно доминируют именно русские а я могу сказать что по той корреспонденции которую я получаю связи с иммиграцией горит лотерея green card вот этими всеми делами ну наверное половина не меньше половины тех кто пишет из российской федерации это люди из каких-то национальных территорий это видно хорошо по именам там допустим мусульманским там ли ну даст достаточно не славянским так скажем вот и я думаю что есть разница в статистике заинтересованность и что ли вопросами иммиграции или там каких-то активных действий по иммиграции между живущими в российской федерации этническими русскими и живущими в российской федерации этнически другими народами которые гораздо больше склонны заинтересованы и так далее вот на удивление хотя может быть в этом этому есть какое-то объяснение я я не знаю безусловно если мы сравним российскую федерацию допустим с украиной или узбекистаном там молдавии или белоруссии то безусловно информационный фон идеологическая подоплека всего что происходит в российской федерации отличается сильно в сторону того что нужно сплотиться вокруг великого кормчего ситуации когда вокруг враги весь мир брак и и уже и украина тоже да там там живут и кто там еще ну все в общем-то и прибалтика я уже не говорю там про америку израиль англосаксов или там еще еще кто-то у них там на повестке дня в данный момент поэтому вот это вот осадная по осадность положения она видимо способствует тоже ментально потому что люди не не заинтересованы вот например по населению российская федерация в три с лишним три с половиной раза больше чем украина а по количеству участников в green card лотерея от украины играет почти в четыре раза больше вы представьте себе да то есть в три с половиной раза меньше населения и в три с половиной раза больше участников то есть мы так имеем этот коэффициент заинтересованности в 10 раз выше и это не только украина там где вы какие-то обстоятельства сейчас скажем так неблагоприятные может быть складываются но это это и другие тоже то есть вот отсутствие вот этого вот как назвать то великодержавного такого кремлевска подпитанного способствует тому что люди мозги более как бы сказать расслабленные они открыты к тем возможностям которые вокруг они не воспринимают мир как мир врагов они смотрят на на него как на мир возможностей может быть поэтому не знаю вот но что касается русских не русских я очень много вижу например студентов у нас из разных мест и я бы сказал что студентов из например российской федерации не больше чем из украины или белоруссии может быть больше чем из молдавии до больше чем из киргизии или узбекистана да но вот то что я каждый день вижу вот у себя тут это конечно некоторое доминирование выходцев из украины и белоруссии существенно вот что я думаю существенно то что человек где бы он ниже у него есть возможности если он хочет иммигрировать например взял и иммигрировать и это не так важно что он был из белоруссии украины узбекистана или там я не знаю там из бурятской там республики российской федерации поэтому или я не знаю статуса бурятии но вот из бурятии так вот существенно что если он захотел то у него есть возможность то есть в том смысле что кто-то ограничивает или дискриминирует или палки в колеса ставит и так далее тогда ничего такого нет значит если есть какие-то перекосы такие географические то это это не потому что на входе в соединенные штаты стоит там часовой который кого-то пускает и кого-то не пускает такого нет вот и вот вот это существо если девушка там в 33 года интересуется иммиграции в сша по лотереи по замужеству по работе по учебе там по всему остальному ее личные шансы ничуть не не хуже чем в любом другом месте больше того с учетом того что от россии мир в лотерея играет намного меньше народу чем от украины так ей как бы легче выиграть от российской федерации например чем вот там допустим той же украины или узбекистан например то есть как бы тут как бы наоборот все то есть больше больше возможности конкретно если мы говорим о лотереи еще один аспект что ли этого всего когда мы находимся уже в соединенных штатах и вот слово русский здесь имеет другой смысл у меня много лет назад был сюжет прямо на эту тему я пытался объяснить но в основном как бы общество воспринимает как бы как американцы надо смотрит общество будет так вот на каком языке говорит человек он говорит русском языке он русский выгодить да как же так да я вот с украины или я там с белоруссии ли я там из киргизия это ну так ты говори по киргизски будешь киргизым говори по украински будешь украинцем мысли ты по-русски говорил что ты для них русский так же как например 100 лет назад когда была массовая эмиграция евреев из европы там восточной европы из польши российской империи так далее никто их не называл русскими они были евреи они ходили там с прессами носили ярмолочку и говорили на языке идешь сегодня приезжают евреи из тех же самых мест но они говорят по-русски ну так они и русские как как объяснить американцу по-русски говорит и вдруг значит об и вдруг не русский это американцы что касается иммигрантов которые здесь живут я бы сказал что львиная доля нас вот живущих тут но я не знаю может быть не сто процентов 90 проживает в некотором пространстве которое можно назвать такой проекции постсоветского или там советского или постсоветского в котором не нет такой какой-то вот разницы сильной то есть откуда ты собственно взялся то есть вы можете даже не знать откуда она можете знать на вам по большому счету пофиг потому что мы мы здесь не занимаемся с ведением счетов которые которые люди сводят там мы не как сказать мы не пытаемся оба супер обособиться хотя безусловно такие люди тоже есть то есть они как-то вот предпочитают вот вот это они в такой маленькой комьюнити вот в своей там и так далее так далее дай бог здоровья то есть у них как там свое такое вот но в основном я бы я бы сказал что нет такого стремления к изоляции по месту по стране который ты родился или из которой ты приехал хотя безусловно если у вас родной язык не русский то наверное есть какая-то тусовка где вы с удовольствием поболтаете там на родном языке с кем-то вот а так некоторые знаете они болезненно воспринимают особенно вот сейчас в связи с конфликтом там украинской российским а но и до этого тоже вот когда там допустим чек откуда-то не знаю западной украины ему говорят а там русские его нет он ведь я вот там оттуда американцам объясняет они они никак не поймут пошел по-русски разговаривать вот и у них никак не укладывалось ну хорошо ну им без разницы всем без разницы скажи кто то есть и тебе все скажут хорошо без вопросов наверное вот так я я просто думаю на ходу что еще сказать к этому вопросам там такой знаете элемент мнительности вот в этом вопросе в самой формулировке точно вроде пишет девочка что мол так мол и так вот я интересуюсь вот с другой стороны она заканчивает тоже так на такой волненно ну что мол конечно если может быть у вас там не принято на эти темы разговаривать у нас на любые темы принято вот спрашиваете не страшно мне это напоминает знаете вот я когда в барселоне вот был там недавно в мае месяце и там тоже вот люди были приехали на семинар из из россии вокруг москвы из москвы вокруг москвы и вот они некоторые чувствовали себя так высажденные крепости то есть они нас тут не любят как не любят вот пойди в любой ресторан вот там меню берешь там на 8 на 9 языках там по-русски даже по-украински бабки дал ей любят нет вот где там великобритании на улицах хватают россиян и депортируют в англии я говорю это же что надо сделать что надо натворить чтобы тебя в англии поймали заарестовали и депортировали это же это что натворить то надо ну ну вот как-то они так сомневаются и вот я так вот вопросе девушки такое сомнение что может быть скрывают может быть это заговор против нас вот эти пары сиеновым ну вот я вот россиянин прямо из москвы из самого можно сказать понимаете эпицентра вот ничего никто меня не трогает не обижает с акцентом говорю и все хорошо чего и вам желаю а я прибыл на работу и вот эту тему этническую закрываю счастливо